18 июня 1178 года. Пять монахов из Кентербери увидели на небе странное представление и тут же рассказали об этом местному хронисту Гервасию. Он записал, что верхний рог полумесяца разделился надвое, а потом из него взметнулся пылающий факел и луна начала корчиться, как раненая змея. По самой красивой гипотезе Гервасия описал появление на Луне кратера Джордана Бруно, но современные астрономы в этом сомневаются. Попытки выяснить, что хотел сказать автор затрудняются тем, что он быстро переключился на понятные ему земные вещи, вроде страшного урагана, основанного неподалеку монастыря и новостей о готовящемся где-то в Риме церковном соборе. Гервасия интересовался миром вокруг себя, но каким этот мир был к 1178 году? Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории и сегодня у нас особый исключительный видос, потому что он не только для любителей средневековья, но еще специально для вас, мои дорогие фанаты Красилен от Paradox Interactive. Я знаю, что вас здесь много. Европа католическая. Средневековый хронист был образованным человеком. Еще в 8-9 веках, 300 лет назад, это было большой редкостью. Ученые мужи времен Карла Великого почти не оставляли учеников, но к 12 веку случился настоящий бум в интеллектуальной жизни Европы. Новая ученость родилась из переводов. Сокровищницей текстов стала мусульманская Испания. Захваченный христианами в 1085 году Толеда нахлынул поток ученых-монахов. В местных библиотеках их интересовали когда-то утерянные на западе, но доступные на арабском и греческом научные трактаты по естественным наукам, математике и астрономии. Фронтмен Толедской школы переводов Герард Кремонский к 1170-м открыл для католического мира как минимум 71 древнюю книгу, включая физику Аристотеля. Интеллектуал 12 века это человек, который задавался вопросами о движениях тела, балгебре и физике, так же часто, как и о боге. А еще он был знатоком иностранных языков, у которого, между прочим, даже гугл транслейта под рукой не было. И, наконец, такие люди были учителями, набиравшими учеников. Как грибы после дождя в городах латинского мира стали появляться научные центры вроде Шартерского университета во Франции. В юриспруденции впереди всех были итальянские школы права и древнейшая из них в Болонье. Когда местные юристы в 1155 году доказали права Фридриха Барбароссы на императорский престол, он так обрадовался, что в 58-м даровал им Хартию, первый в истории документ, который закрепил статус университета, нового типа корпорации. И слово корпорация здесь самое важное. Вам оно может напоминать о кремниевой долине, бесплатном кофе и опенспейсах, но для средневекового человека корпорация это в первую очередь объединение ремесленников и торговцев. Университет и город не раздельны, а городское самоуправление формировалось в Европе как раз в 12-м веке, об этом у нас есть отдельный ролик. Вместе с городами росло и сельское население. В Европе вовсю шла аграрная революция, появились более совершенные виды плуга, на смену валу пришла лошадь, на смену двуполью трехполье, по всему континенту вырастали ветряные и водяные мельницы, как сегодня ветрогенераторы. Но самое главное, крестьяне осваивали новые земли. Крестьянские общины, местные лорды и монастыри объявили войну лесам. К югу и к северу от Альп появлялись все новые деревни и пашни. Лес из такого мистического таинственного места, полного каких-то духов и злых или не очень злых сил, превратился в источник ресурсов. В год на одного крестьянина в среднем приходилось до 5000 квадратных метров леса. Это немного меньше целого футбольного поля. И крестьяне переселялись на новые земли целыми поселениями в течение всего 12 века. В некоторых частях Северной Европы за два века площадь пашни увеличилась в полтора раза. Но от судьбы и от рынка не убежишь. Из-за темпов роста населения земля дорожала, а труд дешевел. С каждым годом жить становилось все дороже и согласитесь, это довольно знакомая ситуация. Лендлорды в большинстве европейских стран постепенно переходили от трудовой повинности к денежным отношениям с крестьянами. Вместо того, чтобы заставлять крепостных работать на своей земле, они все чаще предпочитали взимать денежную ренту. В этот период деньги начали постепенно заменять натуральный обмен. Вообще-то это своего рода революция. Просто представьте себе, каково начать использовать деньги, когда большую часть жизни тебе приходилось оплачивать чей-то чужой труд с помощью пары куриц или мешка брюквы. Я, если что, не уверен в том, что такое брюква. Но раз уж речь зашла о феодалах, давайте разберемся, как там было у них. И прежде чем говорить об общих правилах, поговорим об исключениях из этих правил, то есть о хорошо знакомой нашему геврасию Англии. Кратко про феодализм. Англия и Франция. В Англии со времен Нормандского завоевания король был единственным владельцем всей земли. Вильгельм Нормандский в свое время ведь завоевал Англию целиком, и примечаний в лицензионном договоре королевства у него не было. Любой землевладелец, даже если он мелкий огородник, должен был приносить присягу королю в Лондоне, а не только своему местному сеньору. А вот на континенте почти везде складывалась совсем другая система. В Западной Европе сеньорам полностью подчинялись все их владения вместе с местными жителями. Феодала делала феодалом его основная привилегия, монополия на публичную власть и на суд. Во Франции при этом вассал подчинялся сеньору только на личном уровне, а своими землями управлял, как хотел. В итоге королевство напоминало такую матрешку из государств внутри государств. Когда в 1172 году граф Шампани Генрих Щедрый провел в своих владениях инспекцию, то выяснил, что он стоит на пирамиде из 1900 вассалов. Ну, можно посочувствовать, тогда еще не изобрели шампанского, а без бокала тут явно не разобраться. Еще больше сочувствия вызывает положение короля Франции. Людовик VII тогда лично владел только окрестностями Парижа, буквально островком Франции, Иль-де-Франс. В остальной части его государства власть находилась в руках местных правителей, ну, вроде того же графа Шампанского. Они королю подчинялись только, если с ним сложатся хорошие отношения. О королевском сборе налогов или о суде на их землях даже речи не шло. В Англии же сбором налогов занимались специальные люди на королевской службе. Шерифы. И да, именно как тот самый шериф из Робин Гуда. В Англии вообще право сильно отличалось от своего аналога на континенте. В 1978 году уже действовала специальная судебная реформа, согласно которой англичанин, заплатив специальный налог, мог, например, обратиться за апелляцией в королевский суд. Короли Генрихи буквально установили основы общего права. Да, именно Генрихи. В Англии с 1170 года де Юре правили два короля из династии Плантагенетов. Генрих II и его сын-соправитель. Генрих – молодой король. Угадайте, откуда прозвище, как говорится. Генрих старший, перед тем, как взойти на английский престол, успел побывать герцогом Анжу во Франции. Замуж он взял Леонору Аквитанскую, бывшую жену Людовика VII и единственную наследницу почти всего юга Франции. Кстати, про нее у нас есть отдельный большой видос. С французским королем у Аленоры не сложилось, никак не рождалось наследника мужского пола, а вот зато с Генрихом у Леоноры мальчики пошли один за другим. И стало очевидно, что они унаследуют владения и отца, и матери. В итоге анжуйская семья прибрала к рукам примерно половину Франции. Впрочем, отношения внутри этой семьи были не самыми теплыми. Как раз-таки в 70-е годы дети Генриха унаследуют от матери французские герцогства и поднимут мятеж против отца. Но это было не единственной проблемой, потому что кроме сыновей, Генриху II, как и другим правителям этого времени и региона, приходилось еще считаться с церковью. Папство, империя и Фридрих Барбаросса. Католическая церковь в XII веке была почти на пике своего могущества. Понтифик был не просто главой христианского мира, но настоящим сеньором с претензиями на земли всей Западной Европы. От других феодалов его отличало особое право. Право отлучать от церкви правителей и целые регионы. Да, вот однажды Папа Адриан IV так забанил весь город Рим, например. Отлучение в Средневековье — это социальная смерть. Кроме того, отлученного правителя не ждала вечная жизнь на небесах после смерти, но все это полбеды. А вот вторая половина беды и, возможно, более важная заключается в том, что подданные отлученного правителя больше имели право не соблюдать всякие заключенные с ним договоренности. Так что у Пап всегда был мощнейший рычаг влияния на любого правителя в Европе. Я имею в виду, конечно, правителей католиков. Европа обрастала сетью монастырей, которые иногда прямо подчинялись понтификам. И епископов тоже назначал Папа. Правда, с XII века делил это право с императором Священной Римской империи. Впрочем, этот и другие подобные компромиссы никак не уберегли всех этих людей от эпических споров об авторитете, потому что поводы и причины всегда находились. При Фридрихе I Барбароссе из династии Штауфенов империя стала называться Священной. Дескать, не хуже мы этих ваших пап. Центр этой Священной Римской империи был в немецком городе Аахен. Большую часть своей жизни Фридрих Барбаросса провел в походах в Италию. Таких было аж пять штук. То он подавлял автономию городов в Ломбарде, и то пытался поставить в Риме своего папу. Иногда этих пап бывало сразу по двое. Так, например, в 1159 году прямо на коронации Александра III воставленник Барбаросса подбежал к новому папе, отобрал мантию, сел на престол и короновался Виктором IV. Началась очередная схизма, которую закончат договорником спустя только 18 лет. Барбаросса тогда признает Александра в обмен на снятие отлучения. Для императора это был выгодный обмен, потому что дома у него царил непрекращающийся кризис легитимности. Императоров в Германии выбирали, и некоторые особо амбициозные князья, вроде какого-нибудь герцога Саксонии Баварии Генриха Льва, могли вполне себе оспаривать императорский авторитет. Со временем таких князей будут называть курфюрстами, а сильно позже, к XIII веку, всю эту выбранную систему кодифицируют. Вот в таких непростых условиях приходилось жить Фридриху Барбароссе. И знаете, довольно иронично, что этот совершенно великолепный во многих отношениях чувак, сумевший укротить Папу Римского, собственных вассалов, покорить Италию, закончил в итоге свою жизнь утонув в какой-то мелкой речушке. Да, во время крестового похода, ну, и такое бывает. Восточная Европа и западные славяне. В свой CV герцог Саксонии мог вписать не только владение в примерно половине Германии, но еще и опыт работы крестоносцем. Только ходил он не на святую землю, а на вендов. Так немцы называли славянских язычников на северо-востоке современной Германии. В соседней Польше король Болеслав III в 1138 году разделил землю между сыновьями на несколько частей. Поэтому его потомкам было не до крестовых походов, они боролись за власть. А вот немцы во главе с герцогами Генрихом Львом и Альберхтом Медведем грабили языческие земли с конца 40-х годов. И да, мы хотели здесь придумать шутку про цирк, но как-то не сложилось. Можете предложить свою шутку про цирк в комментариях и заодно отвлечься на секундочку и поставить под этим видео лайк и подписаться на него. В таком случае можно даже без шуток про цирк, честно говоря. Но с шутками про цирк веселее. Или не про цирк. В общем, подписывайтесь, это правда очень поможет каналу. Так германскими стали территории в районе современного Бранденбурга, а символ Берлина с тех пор медведь. Даром, что сейчас медведи там даже не водятся. До 78-го года из этой парочки дожил, правда, только лев, но сын медведя продолжил в эти годы дела от своего отца, колонизируя славянские земли. Да, военная экспансия быстро сменилась колонизацией. Помните демографический бум и нехватку земли? Так вот, переезд на новые территории для германского или фламандского крестьянина стал возможностью сбежать от безземелья и безработицы. В Восточной Европе земли было больше, а народу меньше. Восточнее Эльбы во время колонизации каждый год прибывало около 2,5 тысяч человек, что составляло до 2,5% от местного населения. Точные цифры мы на самом деле не знаем, но можем предполагать. Это аналогично тому, как если бы в современный Лондон ежегодно приезжало бы 150-200 тысяч мигрантов, а туда и так приезжает 100 тысяч мигрантов в год, и это одно из самых популярных направлений для миграции в мире. Короче говоря, земли к востоку от Эльбы были реально популярны для переезда. Этот поток оседлали соседние христианские правители. Немецких колонистов приглашали к себе князь Фридрих в Чехии, а также Казимир II в Польше. К 70-м годам 12-го века этот процесс только начинался, но уже приносил свои плоды. Священная Римская империя расширялась и делала это чужими руками. Несколько напоминает реконкисту, кстати, что у нас там в Иберии. Пиренеем. Фронтир между христианами и мусульманами в Иберии двигался волнообразно. Реконкиста то ускорялась, то замедлялась. В конце 11-го века был взят Толеда. В 1147 году, в год первого упоминания Москвы, христиане освободили Лиссабон. Но к 1170-м все снова стабилизировалось. Мешали династические конфликты. Королевства Пиренейского полуострова никак не могли удержаться в Унии. Во второй половине 12-го века к старому набору из Кастилии, Леона, Навара и Арагона добавилась Португалия. В конце века города на побережье Средиземного моря, вроде Барселоны и Валенсии, быстро росли и все больше ориентировались на торговую. И честно говоря, когда смотришь, сколько в Испании того времени было ярких, самобытных, независимых политических сил, то хочется, чтобы кто-то сделал про это не стратегию, а файтинг с характерным выбором персонажей. Препятствием для Реконкисты стали изменения по другую сторону Гибралтара. Берберские династии из Марокко объединяли осколки Кордовского Эмирата, так называемые тайфы. Поначалу этим занимались альмаравиды, придерживающиеся строгой, но умеренной религиозной дисциплины, однако их сменило более радикальное и амбициозное движение альмахадов, которое стремилось к более строгой унификации ислама и к более широкой экспансии. К 1170-м альмахады во главе с крайне религиозным Юсуфом I захватили Испанскую Андалусию и почти всю Северную Африку, в том числе и отбили побережье Туниса у сицилийцев. Итак, на юге мусульманский пуританизм, на севере христиане. Все это дело находится, естественно, в конфликте друг с другом, так что известная испанская инклюзивность стала постепенно сворачиваться. Альмахады стали требовать от всех иудеев и христиан обращения в ислам. Многие, естественно, Испанию просто-напросто покинули. Вот, скажем, известнейший иудейский мыслитель 12 века Маймонит. И его семья изначально переехала в Марокко, потом он релацировался в Палестину, оттуда в Египет, где в итоге стал личным врачом того самого Салах-эд-Дина. Вот такая вот история релокации. Впрочем, иногда случалась обратная ситуация, и в регион, наоборот, прибывали люди издалека. Например, 69-летний король Алфонсу Великий, отец-основатель независимой Португалии, был сыном бургундского рыцаря и проправнуком короля Франции. Реконкиста притягивала многих иностранцев своими возможностями. Ты мог отвоевать себе кусок земли у мусульман, заработать воинскую славу, всласть награбить трофеи, и все это под соусом благородного исполнения религиозного долга – священной войны. Кстати, о священных войнах. Скандинавия и Балтика. Ни одной Палестине досталось от крестоносцев. В 12 веке крестоносное движение стало общеевропейским, и энтузиасты пошли бить врагов Христа сразу во все стороны. Много желающих находилось в Скандинавии. Там после окончания эпохи викингов укреплялись собственные королевства – Дания, Швеция и Норвегия. Давно уже кончилась эпоха викингов, и экономия набегов пришла в упадок. Приходилось осваивать аграрную экономику. И почти везде, кроме Дании, это получалось с трудом. И почти везде, кроме Дании, на земле трудились местные свободные крестьяне – бонды. Как и везде, на севере росли города. Центром балтийской торговли тогда был остров Готланд, где к концу 12 века закреплялись купцы из растущих немецких городов вроде Любика. Но феодалом перспективнее городской торговли казались походы. Крестовые походы. Да, крестовые походы – это не только про песок, гроб господин, ужасающую жару и фильм Ридли Скотта. Иногда это пейзажи из работ Ларса фон Триера. Король Дании Вальдемар Великий, правнук киевского князя Владимира Мономаха, кстати, вместе с немцами воевал против славянских язычников и даже захватил остров Рюген. А шведы получили от папы к 1972 году санкцию на крестовый поход против язычников на востоке Балтики, против финнов и эстонцев. Но эту часть региона католики делили уже не только с язычниками, но еще и с православными христианами. Посмотрим на «Русь и степь». Ближайшим соседом шведов был Новгород, который 1160-ым стал республикой, а позднее, начиная с 13 века, он будет называться «Великим». То, что происходило за его пределами, новгородский летописец лаконично назвал «раздрася, вся земля русская», а современные школьные учебники это называют периодом феодальной раздробленности. К концу 12 века род Рюриковичей разделился на несколько частей. Из разных колен так были, например, Святослав Всеволодович Черниговский и Всеволод Большое Гнездо. Если что, это прозвище подчеркивало, что Всеволод мог бы самолично решить проблему ускорения демографического роста. У него было аж 12 детей. Короче говоря, генеалогия вещь запутанная, но все эти князья в ней прекрасно разбирались, за счет чего время от времени претендовали на чьи-нибудь земли. К концу 12 века выделялись самые сильные княжества. Черниговская, Смоленская, Владимира Суздальская и Галицкая. Постепенно внутри каждого из них формируется своя тусовка из князей и бояр, а занимать Киевский престол уже никто как-то и не торопится. Порой контакты с иностранными соседями для русских князей оказывались актуальнее, чем дела княжеств на другой стороне Руси. Новгород и Полоцк нанимали на службу иностранцев и брали дань с окрестных языческих племен, а мастеров на постройку храма Покрова на Нерли возле Владимира по легенде прислал аж сам Фридрих Барбаросса. Больше всего было контактов, конечно, семейных. На русских княжнах были женатый датский король Вальдемар и старший брат князя Краковского, польского правителя Мешко III. Но династические союзы славяне заключали не только с католиками. За Днепром и Ако и кочевали тюркские народы. Да, в степи было много всяких народов. Кто-то ушел за Дунай, как печенеги, а кто-то переселился под Киев, как черные клобуки. Но самым большим народом были половцы или кипчаки. Если поначалу русские князья с ними воевали, то за пару поколений отношения стали куда менее токсичными. Андрей Боголюбский по матери был половцем, а первой женой отца князя Игоря и слова о полку Игореве была дочь Пловецкого хана. Ну а про бегство в Пловецкую степь сына Боголюбского и будущего царя Грузии Юрия можно узнать из нашего ролика про Тамару. Это произошло как раз около 78-го года. В общем, степной мир был огромным и открытым для контактов на любой вкус. И да, женитьба русских князей на Пловчанках была нормальным делом, хотя мы и привыкли думать, что Русь со степью только враждовала. При всем разнообразии своих соседей жители русских княжеств мыслили себя частью единой культуры. У них были общие святые, типа Бориса и Глеба, а на весь регион был один митрополит. В Киеве. Назначали его в центре не только православного мира, но и Средиземного моря. В Константинополе. Кстати, о нем. Византия. Столица Восточной Римской империи это самый большой город к западу от Индии. Ближайшие преследователи отставали довольно сильно. В Каире, например, население в середине 12-го века по самым оптимистичным оценкам достигало 175 тысяч человек. В Константинополе же оно опускалось до этой цифры только при самых пессимистичных подсчетах. А большинство демографов говорит все-таки о разбросе от двух сотен до четырех сотен тысяч человек. Как и в любом мегаполисе, в Константинополе можно было найти людей из разных уголков мира. От печенежских и варяжских наемников до арабских торговцев. Равин из испанской Наварры, который побывал в Константинополе в 1171 году, писал, что византийцы собрали в своей столице торговцев со всех стран мира. Столица Византии действительно была ключевым торговым хабом, который соединял христианский и мусульманский миры. В 12 веке итальянцы подключили латинские рынки к средземноморской торговле. И особенно активны были венецианцы и генуэстцы, которые получили от византийских правителей торговые привилегии и участки на побережье. Города империи вроде Фессалоник или Каринфа быстро подключились к этим торговым потокам. А запущенный итальянцами экономический рост вывел Византию из кризиса 11 века. Но торговля – это не только дружба, жвачка и профит. Еще вот это вот скопление латинян-льготников довольно сильно раздражало честных православных налогоплательщиков империи. Тем более, что эти гости города время от времени устраивали разборки друг с другом прямо на улицах этого самого города. Генуэстцы, венецианцы и пизанцы время от времени резали друг друга прямо на улицах Константинополя. В 71 году дошло даже до того, что несколько тысяч венецианцев было императором арестовано, а их торговые льготы отменены. Чтобы вы понимали, насколько это было важным провалом, просто знайте, что до же Виталия II, который этот конфликт уладить не смог, жители Венеции линчевали. Проникновение варваров в империю привело к росту антилатинских настроений. Подливал масло в огонь и образ императора Мануила I. Даже забанив венецианцев, он оставался настоящим латинофилом. Император окружал себя нормандскими наемниками, переписывался с западными правителями и папой, вводил при дворе куртуазную моду и даже ввел моду на рыцарские турниры. Впрочем, под маской латинофила скрывался настоящий базилевс, который воспринимал многих своих соседей как потенциальных вассалов. Отвоевав у Венгрии Хорватию, он забрал венгерского принца Беллу себе ко двору и переименовал в Алексея. Затем воспитал в византийских обычаях и назначил деспотом византийской Венгрии. Ну, тоже таким администратором-феодалом. Также Византия поступила со Стефаном Немани в Сербии и Рубеном Третьим в Киликийской Армении. Рубен потерял глаз в битвах с византийцами, а Стефан в итоге стал основателем сербской династии. Белла Алексей же в итоге станет самостоятельным королем в Венгрии и останется в истории одним из богатейших правителей Европы. Византия на тот момент была самым централизованным и бюрократизированным государством своего времени. Пока Генрих II в Англии создавал систему шерифов, Ромеи уже имели сложную иерархию чиновников и развили административную систему до уровня, который оставался в Европе непревзойденным. Королям в других частях Европы, до судов, муниципалитетов и прочих подобных штук у Византии вообще было как до луны. Кроме того, империя была четко и строго поделена на Фемы, военно-административная округа с самоуправлением. Но если пару веков назад во главе Фем обычно стоял назначаемый бюрократ-стратег, то когда Камнины стали править страной, все немножечко изменилось. Теперь управления регионами часто стали резервировать за друзьями и родственниками императора. И что я должен тут сказать? Слава богу, что эти темные времена позади и в наши дни семейные связи не играют нигде, никакой роли при распределении государственных должностей. Это большой шаг вперед. Администраторы постепенно превратились в наместников, которые сами занимались обороной, налогами, управлением. И даже титул сменился на титул «дукс». Это почти то же самое слово, что и латинский аналог, от которого произошло, например, английское «дюк», то есть «герцог». Короче говоря, Византийская империя постепенно скатывалась в феодализм. Только у латинян феодализм возникал из-за развала раннего средневековья, а вот в Византии наместники прибирали власть к рукам из-за деградации центральной власти. Города и регионы империи осознали, что Константинополю они нужны больше, чем он нужен им. Но всем им приходилось иметь дело с воинственными соседями. Распад сельджуков. К востоку от Константинополя уже сто лет существовала империя сельджуков. Правда, существовало для конца 70-х. Это некоторое преувеличение. Когда-то сельджуки впервые со времен расцвета халифата аббасидов собрали весь Ближний Восток, ну, кроме Египта. Но через пару поколений сельджукская империя распалась на множество мелких государств. И как так вышло? Смотрите, сельджуки — это династия. Отдельные члены этой династии постоянно претендовали на то, чтобы откусить себе какие-то части Ближнего Востока и вести самостоятельную политику без оглядки на мерв. Да, до конца 50-х годов XII века ставка формального главы семьи великого султана находилась в мерве. Однако к концу века малые сельджуки в Канийском султанате и в Ираке стали фактически независимыми государствами. Их правители сидели на пороховых бочках из наследников. У султана Рума, Кылыч Арслана II, было аж 11 сыновей. Как вы думаете, что могло пойти не так после его смерти? Ну, кроме того, что ему чуть-чуть не хватило буквально пары детей до прозвища «Реально большое гнездо». Но есть еще одна причина кризиса. У каждого сына тюркского варлорда был воспитатель — отобек. Когда варлорд подчинял себе страну, правилом хорошего тона было назначить отобеков наместником в разных ее регионах. Закономерно, что по мере ослабления центральной власти у отобеков срабатывал инстинкт самоуправления. Рабочих инструкций для отобеков источники не упоминают, так что ничего, видимо, не удерживало их от сепаратизма. Воспитатели отобеки управляли своими регионами и при уже взрослых султанах. Например, Сельджук Таргул III, который правил в западном Иране с 1076 года, никак не мог избавиться от опеки своего отобека Мухаммада Пехлевана. Он правил в иранском Азербайджане и ни в чем себе не отказывал. При этом всем и сельджуки, и их назойливые отобеки оставались меньшинством на своей территории. Тюркский был, конечно, таким лингвофранко для знати и элит, но основным языком почти везде оставался либо арабский, либо персидский. Отличалась только Малая Азия. Туда переселилось относительно много тюрков, одна десятая от всего населения региона. Природа Анатолии позволяла заниматься кочевым хозяйством, да и всегда можно было пограбить соседние Византию, Грузию и Киликийскую Армению. В итоге граница между канийским султанатом и Византией стала настоящим фронтиром. Суннитское возрождение. Распад империи сельджуков вовсе не означал, что мир ислама был в кризисе. Наоборот, именно в 12 веке суннизм переживал свой очередной золотой век. В 1124-м халиф Багдада перестал платить дань сельджукам, выдержал осаду Багдада и стал независимым правителем в Южном и Центральном Ираке. Глава мусульманского мира впервые с 9 века получила реальную власть. До этого Багдад был центром культуры и религиозной жизни суннитов. Но к 1178 году халиф Аль-Мустади уже вовсю вел оттуда свою политику. И в союзниках у него были атабеки в Иранском Азербайджане и Салахаддин в Египте. Кстати о Египте. К концу 12 века это был последний оплот шиизма. Фатимитский халиф в Каире был прямым конкурентом аббасидского халифа в Багдаде. В 1171 году Салахаддин занял Египет и изгнал фатимидов. Об этом у нас есть в ролике про Салахаддин. В итоге и без того распространенный суннизм стал единственным направлением ислама, у которого был свой сильный и самостоятельный халиф. А сам ислам руками сельджуков распространился на Малую Азию и подобрался к Византии. Важные изменения происходили и внутри ислама. Сначала Иран, а затем и плодородный полумесяц покрылись сетью медресе. Это мусульманские школы и научные образовательные центры. В исламе закон религия составляет единое целое, поэтому выпускники таких школ часто становились улевыми, одновременно правоведами, богословами и лидерами. Но главное, сеть мусульманских ученых центров была по-настоящему международной. Правоведы объединялись в школы или масхабы, которые распространялись на весь мусульманский мир. Научные центры часто возникали и благодаря иммигрантам из разных частей исламской айкумены. Первое медресе в Египте основал выходец из мусульманской Испании, а когда у каирских улемов возникла богословская дилемма, они обратились за заключением к коллегам из Багдада. Но в 12 веке в Палестине существовали и христианские государства. Государство крестоносцев. Поначалу их было четыре, как черепашек-ниндзя. Эдесса, Триполи, Антиохия и самое главное – королевство Иерусалимское. Звучит круто, но уже к 70-м осталось только двое последних. Зангиды завоевали Эдессу еще перед вторым крестовым походом, а графы Триполи присягнули королям Иерусалимским. Крестоносцы или франки, как их называли мусульмане, были в королевстве вроде бы и хозяевами, но по факту абсолютным меньшинством. Жили они почти всегда в городах вместе с арабоязычными христианами, а также немногочисленными иудеями и мусульманами. Последних в городе после завоевания в 1099 году оставалось не очень много. Короли Иерусалима в конце 12 века были по степени авторитета где-то посередине между коллегами из Франции и Англии. Они могли иногда давить на своих вассалов, но в целом не вмешивались в их внутренние дела. А еще церковь во главе с латинским патриархом Иерусалима владела землями, разбросанными по всему королевству. Иерусалим был таким образцовым феодальным королевством. Крестоносцы были в основном из Франции и приносили свои практики управления на новые земли. Собственно говоря, французы потом и в своих колониальных империях будут заниматься тем же самым. О колониях Франции поздней. Кстати, у нас был отдельный видос, посмотрите по ссылочке в подсказках. Самостоятельная и боевая знать была необходима королям. В конце концов, их государство было осажденной крепостью, а после 1176, когда Мануила Первого разгромят турки при Миреокефале, крестоносцы не смогут полагаться даже на такого эгоцентричного союзника. Влияние ромеев сохранялось только в княжестве Антиохия, которое император воспринимал как своего вассала и даже назначил туда своего православного патриарха. В ответ, кстати, уже латинский патриарх Антиохии отлучил все княжество. Он передумал только в 1170 году, когда его православного коллегу засыпало обломками церкви во время землетрясения и Боемун III вернул латинскому патриарху кафедру. При всех этих трудностях Иерусалим манил множество христиан. Герцог Фландрии Пилипп I специально отправился на Святую Землю, чтобы в 77 году помочь своему кузену, королю Иерусалима, прокаженному Балдуину IV, чтобы разбить Саладина. Итальянские торговцы из Пизы и Генуи взамен на льготы и кусочки побережья снабжали крестоносцев через море. А рыцарские ордена, вроде госпитальеров и темплиеров, помогали королям оборонять Иерусалим. Для них он был главным городом мира. Не просто так на средневековых картах его располагали прямо в центре. А теперь давайте из этого ядра христианской реальности вернемся на ее далекую периферию, на юг Англии. В итоге. Оторвавшись на минуту от своей хроники, Гервасий из Кентербери в 1178 году находил себя в мире, застывшем в шаге от потока знаковых событий. Через год в Риме соберется Третий Латеранский собор, где впервые осудят новую ересь Катар и установят действующие и сегодня правила выбора папы. Еще через год во Франции на престол взойдет Филипп Август, который в несколько раз увеличит королевский домен и бросит вызов Анжуйской династии. Еще немного, и в городе Оссизи на свет появится святой Франциск, который создаст новую модель благочестия на Западе. А за несколько лет до его смерти у мелкого итальянского графа родится будущий Фома Аквинский, создатель новой модели богословия, впитавшей наследие интеллектуалов Востока и Запада конца XII века. Вновь было открыто римское право и развивались университеты. В Испании продолжалась христианская экспансия, а монархии по всей Европе укреплялись. И это только несколько примеров, которые касаются Латинской Европы. Мир в 1178 году стоял на пороге множества событий, которые у нас сейчас ассоциируются со Средними веками. Ему еще предстояло пережить катаклизмы вроде Черной Смерти, миграции вроде монгольских нашествий, но очертания Айкумены, которая встретит все эти трансформации, были обрисованы уже тогда, в XII веке. И да, пишите, если вы играете в игры от Paradox Interactive, и в частности в Крестоносцев, к которым сейчас дополнение вышло, по поводу которого мы этот видос решили и запилить. Надеюсь, что этот ролик помог вам как-то сориентироваться в новой стартовой дате, и может быть даже подкинул вам какие-то идеи для новых партеек. Обязательно напишите про это в комментарии, очень вообще интересно, сколько любителей контурных карт на самом деле среди нашей аудитории. В любом случае, спасибо всем, кто смотрит эти видео, и отдельное спасибо тем, кто нас поддерживает на Бусти и на Патреоне. Напоминаю, что вы тоже можете это сделать, все ссылочки есть в описании. Это будет классно, если вы хотите нас поддержать, или если вы хотите посмотреть ролики первыми и без интегративной рекламы. А еще там доступ к чатику нашим. Короче, ставьте лайки под этим видео, это очень полезно для его продвижения. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok